Этот разговор не обязательно слышать и так понятно. Скоро поедете в магазин забежать, успею до отъезда? В этот раз да, но возможно 94 маршрутка, крытый рынок юбилейный, больше здесь не остановится, да и вообще дальше не поедет. Водителя этого автобуса больше беспокоит разрешение на съемку, чем его собственная судьба. В этом месте укрытого рынка останавливается маленький 94 и тяжеловесы пассажироперевозок 2D и 2K. Маршрутка, судя по табличке на борту, практически полностью их дублирует, за исключением одного пункта на пути следования. Пассажиры же считают это обстоятельство самым важным для сохранения. Единственная маршрутка, которая вообще ездит по улице Вольской, и люди, которые там живут, они, получается, будут отрезаны от возможности ехать к себе домой. Я считаю, что этот маршрут не нужно закрывать, потому что, ну, больше другой альтернативы нет. По Вольской она одна единственная ездит, и я не знаю, я думаю, что это будет трагедия для населения. Вот. Более масштабно возмущение выплеснулось в сети интернет. По страницам гуляет ссылка на петицию за сохранение жизни 94 маршрутки. Конечная в юбилейном, как и сам район, это избирательный округ депутата муниципального уровня Александра Янкловича. Он, побывавший в горячих точках Героя России, и здесь собирается вступить в бой с администрацией города. Вчера подготовили обращение по поводу того, чтобы его не закрывать. Во-первых, его закрытие надо объяснить, как оно происходило. Ведь закрыть, открыть маршрут и закрыть маршрут без меня общественности нельзя. Как это происходило вообще? Почему вот никого не спросили? Почему не спросили депутатов? Вопрос очень простой. Вот у меня он стоит сейчас, и я его на ближайшей комиссии задам. Задам жестко. Я думаю, что мы мнение жителей отстоим. Понимаете, одно что-то делают, другое вот закрывают. Вот вроде бы только порадовались, что у нас продлили 2Д, то ленты ездят, большое количество ездят, особенно дочников туда. Востребованность была, и закрыли. Сейчас открыли, слава богу. Ленту закрывают 94-й. Ну, непонятные позиции дорожного комитета нашу. Репрессии коснулись и еще одно направление. Среди бесконечно снующих маршруток на привокзальной площади нетрудно найти 48-й. Первая половина дня. Наполняемость так себе. Водитель Саидулан Абеев за рулем 12 лет. Из них год на этом направлении. Говорит, здесь практически нет обычных пассажиров. Большинство – пациенты областной клинической больницы в Смирновском ущелье. Нам обещали его 29-го крайний день. Обещали закрыть. Но пока оставили. Потому что народ ездит основной отсюда, до областной больницы. Основной. Приезжает с района, ездит. Какое-то еще на подобном направлении ходит маршрут? То есть он дублируется? Или он один? Один. Только до областного отсюда именно с вокзала один. Больше нет. То есть не дублируется он больше? Нет. То есть пока судьба этого направления тоже неизвестна. Если предположить, что его закрывают в угоду наполняемости больших автобусов, то это явно не так. Ведь по словам водителя, 48-й никого не дублирует. Хотя рядом тот же 54-й сверкает объявлением, где красным по желтому написано «По маршруту второго троллейбуса». Однако жертвой оптимизации выбран не он. В снежной каше на Третьей Дачной смешалось все. Люди, трамваи и бесконечное количество автобусов малой вместимости. Эдакий маршруточный анклав. Многие из них едут в отдаленные районы. По Ливановку и поселок Жасминный. Нам интересен 85-й. Очередная жертва оптимизации. Судя по фото в интернете, на нем работают старые пазики. По внешним признакам и номеру их на площади Ленина обнаружить так и не удалось. Во всем этом хаосе не могут разобраться и сами пассажиры. К примеру, на автобусной остановке висит расписание. Но это график движения трамваев. Как говорят горожане, во всем Саратове непонятно, как куда добраться. Даже вообще неизвестно, какой транспорт здесь останавливается. Вечером ходишь, ищешь, где какой-то маршрут стоит. А объявлений никаких нет, где какой маршрут. А время для вас важно знать, когда прибудет? Это тоже важно, да. Поэтому многие определяют время прибытия старинным проверенным способом. Пока в Саратове есть единственный вид транспорта, о приближении которого можно узнать без дополнительного электронного табло или расписания. Это троллейбус. Для этого достаточно только посмотреть на провода. Если они раскачиваются, значит, скоро он подъедет к остановке. Хотя на недавнем экономическом форуме прошла презентация так называемой «умной остановки», подобное новшество может существовать только в том случае, когда во всех муниципальных маршрутах наведен порядок. Здесь можно посмотреть расписание передвижения транспорта, посмотреть, что находится вблизи данного места, спланировать время передвижения, ну и многие другие такие информациональные возможности, в том числе с привязкой с мобильными приложениями. Когда у нас такие вещи? Николай Александрович, вопрос. На самом деле мы с ними прорабатывали в том году, когда стояли. Как только мы сейчас соглашение с угодным партизмом, на следующий год увидим? Я думаю, да. Но пока на городских дорогах и сам остановочный павильон зачастую редкость, а ведь все нововведения, в том числе оптимизация маршрутов, должны быть прописаны в транспортной схеме. Деньги за нее оплачены, но готовый документ свет так и не увидел. Мэрия ситуацию не комментирует. Пока у нас не получается, к сожалению, вам дать комментарии. То есть вообще не будет комментариев? Пока не получается. Судя по начавшемуся сокращению сразу трех маршрутов, делаться это должно исходя из рекомендаций разработчиков транспортной схемы. Но пока они начнут выполняться в полном объеме, с дорог медленно исчезнут те маршруты, кого губительно дублируют. Редактор субтитров А.Семкин